Культура Папа умер, можно сказать, практически на сцене. Он ехал на концерт в Ярославль. Папе только-только в ноябре исполнилось 58 лет. Он сел в электричку, открыл книгу. И вроде как заснул. Даже никто не обратил внимания. И только контролер, который проверял билеты спустя 15 минут, обнаружил это. Вот. Так и ты. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Был и ею занятым. Никогда не было разделения на работу и быт. Работу и дом. Искусство, музыка пронизывало все. Искусство, музыка пронизывало все. СИГНАЛИЗАЦИИ У него не было за 24 часа, которые в сутках, не было ни одной минуты, чтобы он был либо без скрипки, либо без нас. СИГНАЛИЗАЦИИ Мы очень старались его баловать. Он у нас такой был любимый. Жалели. Потому что, понимаете, он к своей работе так относился. Она действительно всю душу, все силы жизненные забирала. Он очень эмоционально, конечно, уставал. СИГНАЛИЗАЦИИ Вообще у него скрипка всегда была в руках. Это не то, что он занимался, там, говорят, колон, занимался по 18 часов, ничего подобного. Но она всегда у него была в руках. Он мог сидеть пить чай, у него в руках была скрипка. Он и скрипка – это продолжение было просто скрипка. Вот когда я вспоминаю папу, я вспоминаю какую-то удивительную планку отношения к работе, требовательность, сосредоточенность на своем деле. Вообще как-то от всего мирского, от суеты папа даже был отделен. Он занимался чистым творчеством и очень чисто к этому относился. И, конечно, я это вспоминаю очень часто. Что вот папа – это вот какая-то планка в работе. Когда я вспоминаю маму, я вспоминаю такое тепло. Она была настолько теплым человеком и таким семейным. Мама – это было объединяющее начало. И вот действительно то, без чего очень трудно обходиться. Она была в приятии первых артистов молодой советской страны. Тогда очень важно было получить трестиж в международной арене. В тридцать седьмом году был проведен в Бельгии при прямом участии королевы Елизаветы Бельгийской конкурс скрипачей, международный конкурс скрипачей имени Эджена Изаи. И на этот конкурс поехали ученики Фраства Ломоныча Столярского. Она была ученицей Столярского, равно как и Давида Ойстрах, Борис Гольштейн, Михаил Фелькенгольц в Одессе. Их появление на брюссельском конкурсе было взрывом бомб. КОНЕЦ Они заняли все первые места, и в одну секунду их узнал весь мир. Она была совсем молоденькая, на конкурсе ей было 17 лет, совсем девочек. Москва тепло встречает победителей третьего международного конкурса скрипачей имени Изаи. Когда лауреаты брюссельского конкурса возвращались в Москву, на Белорусском вокзале их встречали толпы людей, ну как космонавтов. Давид Бойстра Лиза Гиллерс Луся Гольштейн Миша Фелькенгольц Марина Козалупова Так вот, папа, который был мальчиком 12-13 летним, он требовал, чтобы бабушка повела его встречать этих лауреатов. Они жили крайне бедно. Денег было совсем мало, но он ее заставил купить самый большой, самый дорогой букет цветов, который на вокзале он вручил маме. Может быть, в руках у мамы на этих кадрах есть букет, который подарил папа. Это действительно, наверное, им было суждено встретиться и быть вместе. Ее брат, гениальный Эмиль Гиллис, он поехал на первый конкурс пианистов в Рюсселе в 1938 году. Он с фурором получил первую премию. Это тогда была, наверное, такая первая заявка Советского Союза на международном уровне в области музыкальной культуры. Такого масштаба. Она была ярчайшим ребенком, и ее карьера скакнула моментально. А с отцом все это прошло гораздо позже. Папа, который был рожден в Микопетровске, начинал в классе Филиппа Импольского. Это были только самые азы. Когда папе было 8 лет, он был настолько ярким и талантливым ребенком, что профессор его первый, Филипп Генрихович Импольский, видно, понимал, что он уже не может ему много дать, и его надо вести, учиться дальше куда-то. И бабушка взяла его, и они поехали в Одессу к Столярскому, где в то время училась, получается, 13-летняя мама. Они не успели приехать, пришла там депеша, телеграмма. Я не знаю, что в то время было, что скончался дедушка. И они вернулись обратно в Микопетровск. Встреча папы и мамы, она, наверное, все-таки была предопределена. Он уже в 9-летнем возрасте остался сиротой без отца. И мать перевезла его затем в Москву, где он попал уже в руки Абрама Импольского. Филипп Генрихович Импольский и Абрама Импольский – это однофамильцы. Так вот получилось. И, конечно, скрипичное мастерство он уже получал в классе Абрама Импольского. Профессор Московской консерватории. Он был одним из первых учеников группы для особо одаренных детей, которая потом стала центральной музыкальной школой. В кулуарах все знали о его гениальных качествах. Все об этом говорили. Леня Коган – фантастический скрипач, гениальный. Но, тем не менее, он не добился широчайшей популярности и известности. Еще не было века пиара. Передавалось все посредством сарафанового радио. Услышал, сказал, сказали еще кому-то, побежали, услышали сами, обалдели. Буквально так. Он гастролировал по стране. Его приглашали играть крупнейшие оркестры и дирижеры. Но дело все в том, что его юность попала на тяжелейший период, поскольку началась война. В 1941 году он 24-го года рождения. Ему еще было не полных 17 лет. Отец в эвакуации был вместе с центральной музыкальной школой в Пензе и с профессором Импольским, который, конечно, продолжал заниматься со всеми ребятами там и с папой. Наступил у папы призывной возраст, и его отправляли на фронт во время войны. И, в общем, как бы некому было его отстоять и защитить. У него не было ни покровителей, ни регалий. Он был слишком юный. И кто-то посоветовал ему поехать в Москву из Пензы к Хачатуряну. А папа играл его концерты. Тоже есть воспоминания Араму Ильича, как раздался звонок в дверь. Араму Ильич открыл, стоял худенький, уже побритый наголо мальчик со скрипкой в руках, который сказал, что можно я вам поиграю. И Хачатурян, он был потрясен, его задержал в своей квартире и сказал, я не допущу того, чтобы ты погиб, и чтобы страна потеряла величайшего музыканта. И на свою ответственность он взял в учательство. И состоялся его разговор с Микояном, и Микоян спросил Араму Ильича, а вы убеждены и уверены, за кого вы ходатайствуете в такой ситуации? Он сказал, я гарантирую, Анастасий Иванович, вам, что страна обретет свою гордость в лице этого гениального молодого мальчика. Мы не можем допустить, чтобы он погиб. Это был 43-й год. Наряду с Ойстрахом он был, наверное, самым известным исполнителем выдающего всего скрипичного концерта. И поскольку разница между Ойстрахом и моим отцом 16 лет, первый концерт Хачатирян посвятил Ойстраху, выдающемуся исполнителю и этого произведения, которое дал ему путевку в жизнь. А уже второй концерт, концерт Рапсодия, был посвящен Хачатиряну Леониду Ковану. Но широкая известность международного плана к нему не приходила. В 47-м году он был послан, тогда самому невозможно было поехать в Прагу, на международный фестиваль молодежи и студентов, где он получил с блеском первую премию. Ну, это была такая первая ступенечка его известности и карьеры. Но и это, в основном, не изменило его артистическую жизнь. В юности, в молодости у Папина такое отличительное качество было виртуозности. Он очень любил скрипичную виртуозную музыку. Например, Паганини, он первый исполнял здесь некоторые сочинения Паганини. Но это как бы была его очень сильная сторона, вот эта скрипичная виртуозность. Да, и пьесы Сарасаты, и Винявского, ну, в общем, Вьетана, вот всю эту яркую скрипичную музыку. Я знаю такой семейный рассказ, который мама рассказывала, что когда она была совсем еще молоденькая, а папа вообще был юным, они не общались, ну, мама знала о нем, но не было никакого общения. И однажды дома, в квартире, она услышала по радио исполнение скрипичное Крейслера «Цыганская каприччо». И она заплакала и сказала своей маме, знаешь, если так играют на скрипке, я не хочу больше играть. Исполнял Леоня Кована, мальчик совсем еще. Папа был влюблен в маму, ну, с подросткового возраста, это точно. Он не пропускал ни одного ее концерта. Но папа любил маму как бы тихо, издали. Мама, поскольку она постарше папы на несколько лет, она была замужем. Была у нее очень хорошая такая семейная жизнь, устоявшаяся. Но мамин супруг, он был больной человек. В общем, они прожили вместе пять лет, и он скончался. И мама очень тяжело это переживала. А жили они в одном доме в разных подъездах. Поэтому он как бы все время был где-то рядом. И вот так получилось, что у родителей, что у отца первый брак и последний. А у матери это был второй брак. В сорок восьмом году они как бы соединились, а в сорок девятом они поженились. И с тех пор была очень, очень, очень трудная жизнь, но очень счастливая. В браке они были очень счастливы. В общем, мама, конечно же, совершенно сознательно перестала заниматься своей карьерой. Она вообще сразу поняла папину значимость. И как профессионал она это поняла. Две звезды в одной семье. Это, в общем, невозможно. Тем более одной узкой профессии, скрипачей. Конечно, это невозможно. И мама совершенно сознательно, полностью положила вот на этот алтарь папиной славы все, что она имела. Я ей задавала такой вопрос. Несколько раз говорила, мамуль, ну если бы мы могли жить еще раз. Вот еще раз ты жила жизнь. Ты бы так сделала. Она всегда отвечала, даже не задумываясь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она работала всю жизнь. Она совершенно не стала домохозяйкой. Ничего похожего. Она была профессором консерватории. Она играла. Они играли очень много ансамблей. Скрипичный дуэт Коган-Гилльс. Это вообще было что-то знаменитое. Такое неповторимое даже в чем-то. Она при этом всегда была с папой, всегда была с нами. Она как-то умела делать все. И любить всех. И беречь всех. Но главным все равно был папа. Папа был самым маленьким ребенком в семье. Мы так были воспитаны. Мама, она все-таки как-то его путь весь предопределила. Великая миссия ее была. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фестиваль молодежи и студентов, международный фестиваль в Праге 47-го года, и победа на нем отца, получившего первую премию, это был, конечно, большой резонанс в обществе. Но, конечно, уровень сам соревнования не был таким высоким, как конкурс скрипачей в Бельгии, в Брюсселе. В 51-м году, в мае, должен был состояться первый послевоенный конкурс в Брюсселе. Королева Елизавета, которая очень лояльно относилась к Сталину, направила ему депеш. Что до сих пор люди помнят о оглушительном успехе советских исполнителей скрипачей в 37-м году. И она уверена, что предстоящий, грядущий конкурс 51-го года будет не менее ярким. И Сталин написал резолюцию тогдашнему министру культуры Михайлову. Послать и занять первые места. До сталинской резолюции было решено, кто появился на него. И отца там не было. Его не планировали послать на конкурс. И когда Сталин наложил резолюцию послать и занять первое место, когда обратились в ужасе власти, которые руководили культурой страны, к Оистраху с вопросом, что делать, как быть, Оистрах сказал, что должен быть послан Леонид Коган. И в течение нескольких часов его сняли с гастрольного турне. Он был доставлен в Москву. Это было за буквально пару недель до начала сложнейшего соревнования. Он с фурором получил первую премию. И это уже был успех семейный. А это вообще было неожиданно и невероятно. В 37-м году Елизавета Гильдис. В 38-м году первая премия Эмиль Гильдис. И в 51-м году Леонид Коган, муж Елизаветы Гильдис. Пошла его с этого момента международная широчайшая известность, которая сопровождала его до последнего его вздоха. Но, конечно, его здоровье было нанесено непоправимым. Совершенно удар от стрессовой ситуации, в которой он оказался. Я думаю, что даже не только этот стресс артистический, который испытал папа. Я помню, как он рассказывал перед выходом на сцену на третьем туре. Посол Советского Союза в Бельгии, фамилию я его не помню, стоял около него и говорил, «Я вас умоляю, займите первое место, иначе нам не жить». Это еще такое бремя, такая ответственность. Вот когда папа сыграл, он играл концерт Паганинис. Это был успех какой-то невероятный. И Тибо, который сидел в жюри, сам великий Жак Тибо воскликнул, кажется, еще никогда никто так не играл на скрипке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 51-й год абсолютно кардинально изменил уже его артистическую жизнь и карьеру. После 1953 года железный занавес стал чуточку-чуточку приподниматься. Папа уже стал все больше представлять страну на международной арене. Ему одна из первых поездок была поездка уже на североамериканский континент в Канаду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну а после чего уже Европа. Париж, Лондон, Италия, Германия и другие европейские страны. Париж, Лондон, Италия, Германия и другие европейские страны. Париж, Лондон, Италия, Германия и другие европейские страны. В 58-м году состоялся уже дебют отца в Соединенных Штатах Америки и в Японии в этом же году. Тогда все артисты выступали в Соединенных Штатах Америки и в Канаде через легендарного импресарио и его фирму Соло Юрока. Соло Юрок был интереснейшей фигурой. Он начинал свою импресарскую деятельность с такими корифеями, как Шаляпин, Рихроштраус. И после дебюта папы в Америке в 58-м году Соло Юрок говорил, что с гастролей, с концертов Шаляпина не было такого успеха ни у кого. Но на дебютном концерте в Карпинге Холл в Нью-Йорке у отца в зале сидели Яша Хейфиц, Исаак Стерн, Владимир Горовиц и многие-многие другие. И отец с детства своего поклонялся творчеству Хейфица и Крейслера. Он эту любовь, уважение и преклонение пронес через всю свою жизнь. Хейфиц вообще был человеком, прямо скажем, нелегким в общении. Поскольку он был признан королем скрипачей, люди целовали ему руки, стоя на коленях. Он был очень по жизни человеком избалованным. Порой даже вызывающе надменным с людьми у людей тряслись поджилки. Так почему я это рассказываю? Что в общении с моими родителями и с мамой, которую он помнил с детства, и с отцом, это был совершенно другой человек. Он снимал этот панцирь, он абсолютно снимал эту маску. И у них было тесное, дружеское, творческое и, я не побоюсь сказать этого слова, равное общение. Хейфиц допустил его в свой самый ближний круг. Завязалась их тесная дружба, которая продолжалась до ухода отца из жизни. Так случилось, что Хейфиц, будучи значительно старше отца, в твоей жизни он ушел позже. Когда Хейфиц приезжал в Советский Союз в 1934 году, у него были гастроли, ему привели послушать талантливых детей, столярские привели, в том числе нашу маму. И когда мама попала с папой в Америку, и они встретились с Хейфицом, Хейфиц ее сразу узнал. И задал ей вопрос, что вы делаете? Она сказала, Иосиф Робертович, у меня двое детей, она сказала. Он ее так по щеке немножко потрепал, она сказала, надо было на скрипке играть, а не детей рожать. Вот маму он запомнил. Субтитры создавал DimaTorzok Начиная с 1951 года, отец преподавал в Московской консерватории. Он был профессором консерватории, заведовал кафедрой. Это был значительный пласт его творческой жизни. В 1958 году, впервые посетив Японию, он услышал юную восклетнюю скрипачку, японку Йо Касато, которая поразила его своими скрипичными данными, своим талантом. И он решил, что она должна продолжать свое образование в его классе. Год назад маленькая Йо Касато приехала с мамой из Токио. Она учится сейчас в музыкальной школе при Московской государственной консерватории. Ее учитель, известный советский скрипач Леонид Коган. Я очень рада, чтобы учусь в Москве. Талантливой скрипачке всего 9 лет, а она свободно исполняет скрипичный концерт Винявского. В результате она стала замечательной скрипачкой Йо Касато и была одной из лауреатов конкурса Чайковского. В общем-то, она была первой ласточкой культурных обменов между Советским Союзом и другими странами. Это было ясно и понятно, что мы можем только пойти уже по музыкальным следам. Поскольку я первый ребенок в семье, я, естественно, был отдан в класс скрипки и начинал как скрипач. Когда уже появилась Нина на свет, ну, три скрипача в семье, то есть два полноценных и один начинающий, может, уже и показалось достаточным. И хотелось как-то разнообразить. Потом все-таки скрипка инструмента, который, являясь прекрасным сольным инструментом одновременно, нуждается еще в сопровождении, и оркестровом, и фортепианом. Это мамина идея была. Мама всегда была очень озабочена, что вот мы учимся музыке, и как надо же, врачи, учимся. И вот она замыслила, чтобы я играла с папой. И всегда мне задают вопрос, как это было. Ну, это было очень трудно, а в 13 лет это было ужасно. Папа не хотел возиться, он не хотел репетировать со мной. И репетиции были, их было мало, они были нервные, нервозные. Я плакала, ну, в общем, все как полагается. Я совершенно этому не соответствовала в тот момент. Вот теперь я головой понимаю, это было очень рано. Все педагоги, с которыми я тогда занималась, учили со мной репертуар. Все мне помогали. Папа был замечательный пианист, которому много лет играл, Наум Геннадьевич Вальтер. И он понимал, в общем, чем ему это грозит, потому что если я подрастаю, то я уже занимаю место рядом с папой. Но он был таким замечательным человеком, что он со мной тоже занимался и помогал мне, и рассказывал, как бы под папу подстроиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Постепенно вот так вот я стала входить в репертуар, и вот с 15 лет уже полностью была с папой. Это, конечно, колоссальное счастье было. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И конкуренция. Ее никто никогда не отменял, она присутствовала всегда. На примере, допустим, отношений моего отца и Ойстраха. Мне для кого не секрет, что, конечно же, творчески и профессионально они были конкурентами, и что была определенная часть публики во всем мире, и в нашей стране в том числе, которая была приверженцами и поклонниками Ойстраха, и поклонниками Когана. Но удивительно было со стороны посмотреть на их отношения. Ойстрах был старшим коллегой моего отца, он был старше его на 16 лет. И уважение, пиетет к друг другу, манера общения, они были на таком высоком уровне, который сегодня просто невозможен. Уникальный квартет. Давид Ойстрах и Леонид Коган с сыновьями Игорем и Павлом. Концерт Вивальди для четырех скрипок с оркестром. В жизни настоящего артиста каждый концерт, как последний, вот это была формула артистического креда нашего отца. Папа вообще был из тех артистов, которые очень нервничали перед концертом. И день концерта был особый день. Это обязательно утром репетиция, днем сон обязательно. И не дай бог, чтобы что-то зашелестело, что-то скрипнуло. И это вообще мы все знали с детства, ходили на цыпочках. Если папа спит перед концертом, это вообще маленькие дети мы были, но мы это понимали. Технику очень было, машины обожал. Так в них разбирался, он мог разобрать мотор машины до последнего винтика и все опять собрать. Починить все мог руками. Папа привозил игрушки, в которые игрался сам. Я помню, как раскрывалась игрушка. Павел стоял, значит, с жадными глазами смотрел, хотел поиграться, но игрался папа в эти игрушки, и только потом уже Павел. У нас была мастерская, там были паяльники, тиски, верстаки, не знаю что. Папа всегда чинил, очень любил это делать. Любил животных, у нас собаки всегда были. Вообще он был стопроцентно наш. Как бы совершенно без второго плана и без какой-то иной жизни. Ну, вообще маму очень любила. Первая привязанность была мама, конечно. Мы очень многие артисты, европейско-американские, бывали в нашем доме, родители. А это и Артур Уберштейн, и Иса Абстерн, и Лорен Мазель, и Юджин Орманди, и Джордж Селл. Отец был такой многогранной личностью, что к нему тянулись яркие личности абсолютно разных сфер и областей. Его связывали дружеские отношения с Пикассо, с Шагалом. К сожалению, общаться с родителем моим Эмилием Григорьевичем Гирюльцем удавалось нечасто, потому что каждый был очень занят своей профессией. Профессия все-таки требует колоссальной отдачи и погружения в нее. В общем, как бы кустари-одиночки. Занимаясь каждой своей сольной деятельностью, конечно, их тянуло и к совместному музицированию. И общение, общение на музыкальной почве, оно было доминирующее. Намного больше времени они провели все-таки в ансамблях своих, чем сидя, допустим, за столом. Для композиторов-современников и Когана, и Ойстрах, и Гирюльца всегда было большой честью услышать первое исполнение своего произведения под пальцем или под смычком таких великих мастеров. А для исполнителя, соответственно, было великой честью получить посвящение или возможность первого исполнения произведений таких гениев, как Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. Папа жил на Тверской улице до 15. Однажды папа был дома, в своей квартире на Тверской улице, раздался звонок в дверь, папа открыл, на пороге стоял Шостакович. В руках у него была бобина с записью. И так как папа очень любил технику, у него всегда были магнитофоны, радио, а это было не так часто в домах. Поэтому Шостакович пришел к папе и попросил послушать запись Восьмой симфонии. Это было после печально известного постановления 48-го года ЦК ЭКПБ о формализме музыки. Время, конечно, было не самое веселое. Шостакович тогда был больше, даже чем удручен. Он был дезориентирован. И, конечно же, та возможность прийти и слушать свою музыку, делать это в кругу музыкантов, единомышленников, конечно, это было большой какой-то такой, может быть, даже и подпиткой, подпиткой творческих сил, ментальных сил. Это было очень важно. Вообще, на мать музыка Шостаковича всегда производила еще огромное впечатление и оказывала большое очень влияние. Они были именно в числе тех, кто невероятно почитал и уважал гений Шостаковича. Каждое новое сочинение, премьера нового сочинения – это всегда был предмет особого обсуждения и какой-то такой музыкантской, что ли, гордости за то, что происходит в современном мире и у нас. Я знаю, что были намерения Шостаковича писать третий скрипичный концерт и посвятить его отцу, но ушел из жизни. Дмитрий, это как бы не осуществилось. Дмитрий, это как бы не осуществляется. В последний год своей жизни папа снялся в фильме Никола Паганини, который сделан на ленфильме. Но это не в роли Паганини, а всю музыкальную часть фильма, все исполнение в своем собственном обличии. Там мой отец. Я даже немножко удивлена была, когда он согласился на такую работу, потому что за несколько лет до того, с такой же просьбой к нему обратился великий итальянский режиссер Лукино Висконти. Висконти хотел, чтобы папа играл роль Паганини. Наверное, это было страшновато. И папа долго думал, долго сомневался и все-таки отказался. А на это предложение он согласился, может быть, потому что это была немножко другая задача, действительно получилось очень-очень интересно. А Лукино Висконти так фильмы не снял. В муниципалитете Генуи, согласно завещанию Паганини, покоится его скрипка. Знаменитая Гварнери дель Джезу. Зал заседаний. За этой дверью хранится скрипка Паганини. Таинственно молчит старинный инструмент. Но в особых случаях высокая честь играть на скрипке Паганини предоставляется выдающимся современным музыкантам. Мэр Генуи вскрывает сейф. Драгоценную скрипку осматривает нотариус. Мэр вручает скрипку Паганини народному артисту Советского Союза Леониду Когану. Последний раз рука Паганини касалась этой скрипки в день его кончины. Субтитры создавал DimaTorzok Творческая личность по определению свободная личность. Крепостной художник не может себя выразить в полном объеме. Артист принадлежит миру. И это аксиома. Иначе быть не может и не должно. Государство давало внимание классическому искусству. И на этом, наверное, и заканчивалось. А что оно за это брало? Брало, к сожалению, очень много. Артистическую свободу. И вот здесь возникали огромные проблемы. Государство контролировало практически каждый шаг своего крепостного артиста. Это выражалось в контроле над репертуаром, поскольку идеология была превыше всего. Я говорю не голословно, а на базе определенных конкретных примеров. Допустим, Леониду Когуну, равно как Эмилю Георгиевну, порой было непросто выехать на гастроли за рубеж с циклом бетховенских сонат. Потому что вопрос чиновников заключался в следующем. А как же советская музыка сегодняшнего дня? И на объяснение, что цикл есть цикл, что если Бетховен написал 32 фортепианных сонаты или 10 скрипничных сонат, и исполняется цикл, то ничего в нем другого исполняться не может, кроме этого цикла. Это вызывало порой очень значительные сложности и трудности. Наша семья, она как бы всегда была под особым прицелом, потому что четверо музыкантов все ездят. Раз все четверо, значит, хотят остаться. Выпускать всю семью это считалось непринятым, скажем так. Срывались гастроли. Допустим, если Павел находился за рубежом, то могли не выпустить меня на гастроли с отцом. Или наоборот, мы с отцом находимся за рубежом, не выпускают Павла. Мы ждали накануне выезда паспорта, который нам не выдавали. Власть очень четко отслеживала количество выступлений и количество проведенных дней за рубежом артиста. Какая-то в кавычках умная голова в ЦК КПСС изобрела такой циркуляр или правило, что артист не должен и не может находиться за рубежом более 90 дней в году. Считалось, что более 90 проведенных дней в году идеологически могут сломить даже самого верного сына Коммунистической партии. Отец обратился в Министерство культуры с просьбой разрешить ему не 90 дней в году проводить, а столько, сколько предлагают импресарию, чтобы заработать на скрипку, на другую, чтобы отдать эту, доплатить и приобрести другую скрипку. Хотелось что-то какого-то другого инструмента, на котором он мог бы выразиться еще и еще лучше. Но вот это был один из таких моментов, после которого нас вообще перестали пускать. Это была действительно трагедия. У меня перед глазами, например, есть такой документ. Бумажка, лист бумаги, папиной рукой отмечено, сколько раз он звонил министру культуры Демичеву и сколько раз его не соединяли. Я не помню, там 200, 300, сколько-то это все здесь написано. Он даже не мог объясниться с министерством, что нам срывают гастроли, ничего, просто полностью закрыли. Ну вот такой есть факт. Но их очень много на самом деле. Это ужасный был период. Творческих сил это не прибавляло. и, к сожалению, с этим были связаны огромные переживания, особенно последние годы папины жизни. Я считаю, что, в общем-то, что папа так рано, в 58 лет, ушел из жизни. 90% это, в кавычках, заслуга власти, которая была тогда в нашей стране. Потому что это, наверное, отдельный сюжет мог бы быть. Это долгий рассказ, но это настоящая трагедия артиста того времени. КОНЕЦ 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 Я ждал его в Ярославле и раздался страшный звонок из Москвы. Мне сообщили, что его не стало, а я разговаривал с ним по телефону буквально за несколько минут до его отъезда. И мы оговаривали момент нашей встречи, который должен был состояться через несколько часов. КОНЕЦ 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 В руках у него была книга Карамзина, записки русскому путешественнику. Диагноз врачебный, врачебный был остановка сердца. Он ушел из жизни в одно мгновение. Говорят, что это счастливая смерть. Если вообще о смерти можно сказать, что она может быть счастливой. КОНЕЦ 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 ОЛМАЗИ КОНЕЦ с такой удивительно современной манерой, которая сегодня является актуальной. Для меня это признак величия, это признак гениальности. Леонид Коган – это скрипач 20 века, прошлого, скажем так, века. Вся его жизнь уложилась в рамках 20 века. Но если сегодня поставить его запись, сегодня в 21 веке, никогда не скажешь, что это скрипач артист прошлого века. Он на протяжении своей жизни как бы развивался вместе со временем. И он удивительно современен всегда. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok